В Казанском кафедральном соборе «Читы» прошел двухдневный семинар, где желающие смогли получить практические навыки в разных областях храмового искусства – церковного чтения, пения, колокольного звона, флористики, иконописи и пошива облачений для священнослужителей. Семинар проходил в рамках проекта «Чита соборная», который направлен на сохранение традиции русского храмового искусства. Подробнее в репортаже Ирины Михайлишиной. Посетив в Царьграде православное богослужение, восхищенные послы князя Владимира не поняли, на земле были или на небе. Настолько поразила их красота и величие богослужения. Святые лики, взирающие с икон, священники в ярких парчевых облачениях и почти небесное ангельское пение – все это создавало для души такое молитвенное настроение, что она невольно улетала ввысь. До сегодняшнего дня православная церковь бережно сохраняет традиции храмового искусства. Некоторые тайны, скрытые от обычных прихожан, удалось приоткрыть участникам семинара «Чита соборная». Желающие попробовать свои силы в храмовом искусстве распределились по шести направлениям – церковное пение, чтение, шитье, флористика, иконопись и колокольные звоны. Специально позаниматься и пообщаться с певчами Забайкаля приехала гостья из Ангарска – руководитель церковного хора с 20-летним стажем. У вас такие люди, как будто я их всю жизнь знаю. Такие открытые, готовы работать. Глаза горят у меня тоже. Мы завтра поем с архиереем и поем антифон над двумя хорами. Нам надо выучить то, что мы завтра будем петь. Певчие собрались из разных приходов Забайкаля, но они не только быстро перезнакомились, но и в буквальном смысле спелись. Так что на службе новообразованный хор звучал довольно слаженно. Утром о богослужении всем горожанам возвестил один из участников отделения колокольных звонов. Управлять звонницей в 13 колоколов, как в Казанском кафедральном соборе – это настоящее искусство и большой труд. Преподает в школе звонарей и на семинаре выпускник Санкт-Петербургской академии дьякон Иоанн Петровский. Для обучения звонарному делу в цокольном этаже собора поместили специальную учебную звонницу. Кто-то более восприимчив к колокольному звону, кому-то легче это дается, кому-то менее. Но я надеюсь, что каждый, по крайней мере, за неделю поймет основные принципы звона. Ну и в дальнейшем, если у него будет усердие, сможет стать хорошим звонарем. Швеи на семинаре осваивали выкройку и шитье ораря, то есть дьяконской ленты, перенимая бесценный и богатейший опыт своего наставника Натальи Шеломенцевой. Специалистов по шитью церковных облачений ни в одном учебном заведении не готовят. Знания и опыт передаются из уст в уста. А ведь это одно из сложнейших искусств, которые требуют не просто умения шить, но и большого объема теоретических знаний и церковных канонов. Иконопись – это тоже искусство для избранных. Ведь икона – это не картина, а окно в божественный мир. Выпускница иконописной школы Притобольской духовной семинарии Полина Сидоркина занималась желающими прикоснуться к таинству написания икон. Всегда было интересно попробовать, вот как это пишут иконы, то есть проникнуть в это поглубже, узнать именно технику иконописи. Праздничная икона в любом храме украшается цветами. Украшая икону, участники семинара прикоснулись к канонам и символике древнейшего искусства – церковной флористики. Стремление к красоте и гармонии заложено в сердце каждого человека. Поэтому в любом храмовом искусстве есть нечто объединяющее, есть самое главное. Самое главное, наверное, любовь к этому всему отношению, с любовью к своему делу. Только те, кто любят свое дело, становятся настоящими профессионалами, и они в церкви на вес золота. Поэтому Читинская епархия на средства президентского гранта и организовала 9-месячный обучающий проект, в рамках которого прошел первый семинар «Чита соборная». Второй семинар повышения квалификации приходских специалистов планируется провести весной будущего года. Студия «Слово» за Байкальской митрополией.